Расскажите, что в кино всегда показывается неправдоподобно. Неправдоподобные моменты, когда стреляют из снайперской винтовки дротиками на дальнее расстояние. В реальности дротики летали бы во все четыре стороны. А еще оружие с глушителем не намного тише, чем без глушителя. Все потому, что взрыв перед выстрелом пули происходит посередине, а не в конце оружия. Начало родов. Всегда в фильмах схватки резко начинаются и женщины, а род потом быстро рожают. Если бы так было, то домашних родов было бы намного больше. Потому что женщины не успели бы доехать до роддома. Я вспомнил логику индийских фильмов, так что я лучше промолчу. Но на самом деле есть такие вещи, к примеру, когда кто-то стреляет и пробивает пулями стены насквозь, а потом тем же оружием они не могут пробить дверцы холодильника. Я понимаю, тут много что от чего зависит, но вот с этим косяк. Есть еще пример, профессиональные киллеры не могут пулями задеть главного героя. Киллеров около 20, а никто попасть не может. Я бы согласился, если бы там киллеров было 2 или 1. Можно было бы спастись. Но тут такой бред. Можно еще много привести примеров. Взрыв в космосе. Они не такие эпичные, как их показывают. Как минимум, потому что в космосе вакуум. Бесит, когда злодей целый час разговаривает с главным героем, обсуждая его планы с персонажем. Потом, когда он приступает к делу, сразу же приходит помощь и подкрепление. И убивают злодея. Я бы пришел, грохнул, ушел. Когда ты бежишь от кого-то и пытаешься завести машину, мотоцикл, велик, то они заводятся всегда в последнюю минуту и потом за тобой бегут и стреляют. И в машине оказывается 15 отверстий, но ты цел и невредим. Вдохновляющая, мотивационная речь о том, что ты должен бороться, если не ты, то кто и прочее. Если у тебя сломана рука, тебе плевать на борьбу. Первое. Если главному герою выстрелили в печень, то ему похуй, что у него нет печени. Он бегает, прыгает, живет в общем. Второе. Пули не летят под водой. Они остановятся через один метр. Они пролетят дальше. Третье. Главных героев хрен убьешь. Они неубиваемые. И если в первой части они умерли, то во второй он чудесным образом воскресает. То, когда герой произносит какую-то трогательную речь, и люди сразу меняют свое мнение. В не совсем золушка, а вроде так. Есть момент, где главная героиня по фактам аннулирует все предъявы со стороны родственников. И что? Правильно, она сделала только хуже. Сцена с передачей людей по тросу из одного пассажирского самолета в другой в фильме «Экипаж». Такой крин, шо боже. Практически любая драка. Главный герой, у которого прокает удача на 99-999%, получение повреждений главного героя, будто у него год мод. Реакция на происходящее прохожих людей. Персонажа, любого бьют, просто пинают ногой в живот. Но после этого персонажу нормально, и он просто продолжает битву, вообще не чувствуя малейшей боли. Сцены, где люди кричат настолько, что сносят своих врагов, при этом не задевая друзей и не ломая что-либо. Это невозможно. Пример, фильм «Хищные птицы», сцена с канарейкой, где она орет на обидчиков. Как в фильмах люди так быстро перемещаются между концами города, странные или даже между странными. Вспоминается «Крепкий орешек 5», где герои за ночь доехали из Москвы до Чернобыля. Это, пожалуй, самый яркий и дебильный пример. Еще, когда в фильме у человека останавливается сердце, человек 4-7 секунд еще жив, потому что кровь еще проходит по телу. А в фильме сразу же, как сердце останавливается, человек падает. От выстрела из любого оружия в помещении звенит в ушах, глушители работают только на улице. И то в плане того, что грохот будет слышен в радиусе двора, а не квартала. Если из лазера достаточного для резки мощности в кого-то засветить, порежешь, не порежешь, пофиг. А вот то, что в радиусе нескольких десятков метров от точки попадания ослепнут все, к гадалке не ходи. А если сам смотрел на точку попадания, даже с очень большого расстояния, скорее всего, как минимум, получишь зайчика ожог сетчатки. Потеря крови. Обычно в фильмах про нее говорят лишь, когда персонаж уже в больнице. А пока в персонажа стреляют, режут, бьют его, ему норм. Хотя в жизни мне и всему классу было хуево после того, как у нас взяли кровь из вены. Когда показывают, насколько легко вырубить человека всего одним ударом. Но это так не работает, каждый человек разный. Недавно увидела драку в кафе возле моего дома, а там мужчины что-то не поделили и подрались. Один из них схватил огромный пивной бокал и начал лупить второго. Пять ударов, море крови, криков, но он так и его не вырубил. Тот мужчина, которого били, так и не потерял сознание. Представьте, сколько раз нужно ударить человека кулаком, чтобы он реально отключился. Первое. То, что преступники после того, как их арестовали, кричат. У меня есть право на один звонок. Это вранье у преступника из права на бесконечное количество звонков. Второе. То, что санитары боятся, что труп из морга присел. Да, санитары видят это очень часто. Частенько показывая работу судмедэкспертов, патологоанатомов и санитаров морга, создатели фильма обязательно показывают их жующих яблоко или бутерброд в прозекторской. В фильмах глушители гасят звук выстрела так, будто выстрел звучит не громче, чем щелчок пальцами. На деле же он практически ничего не глушит, процентов может на 10. А еще всякие сцены с участием всяких ученых. В высшем учебном заведении не могут объяснять материал седьмого класса. Некрасивые девочки. Да, те самые заучки из школьных ромкомов. Я как некрасивая девочка утверждаю, что некрасивые девочки выглядят, мать вашу, некрасиво. На самом деле больше половины событий практически любого фильма вымысел. Потому что так выгодно с точки зрения сценария, бюджета, спецэффектов и прочего. Перечислять несовпадения с реальностью можно бесконечно. Хватит еще на десяток сезонов разрушителей легенд. Документы. В фильмах, обычно о ромкомах, так легко поехать за своим возлюбленным в другую страну. Ага, сейчас, прям в жизни это заняло бы несколько месяцев. Если вы обычный человек, не часто путешествуете, у вас нету кучи бабок. Первое. Когда герои падают, они хватаются крюком кошкой за здание или еще за что-то. И он выглядит так, как будто он этого не делал. Хотя в реальной жизни его бы согнуло пополам. Второе. Когда герой заходит в горящее здание без специального огнеупорного костюма, он выходит из дома с человеком на руках и на нем не пылинки. Хотя в реале часть кожи обеих была бы покрыта ожогами от первой до третьей степени. А большая часть одежды выгорела бы. И при всем этом, правда, в редких случаях, он говорит, что не вспотел. Хотя из него бы вылилось пота на два ведра и небольшое блюдо. Третье. Герой зубом срывает чеку от гранаты с неимоверной легкостью. Но, к счастью, мой дед был на войне и сказал, что этого не может быть. Потому что чеку крепят на совесть, чтобы избежать кое-каких случаев, которые мне сказал дед. Вот пример. Ты такой идешь как опу, в котором много людей в твоем кармане граната. Чека отсоединяется от гранаты и в один миг погибает целый отряд. Так что герой скорее вырвал бы себе зуб изо рта, чем чеку из гранаты. Четвертое. Герой падает с высоты 4-6 метров. Через несколько секунд бежит на полной скорости и даже немного не хромает. Что физически невозможно. Пятое. Когда герой стреляет с любого крупнокалиберного, например, с минигана. Он стоит как вбитый в землю и он даже не шевелится. Если ты в реальности захочешь пострелять из минигана наперевес, ты вряд ли сможешь даже стоять на ногах. Стандартный вес минигана 40-50 килограмм. Спецназ, террористы, полиция, военные и прочие стреляют в фильмах, как будто никогда не держали оружие в руках. А тем более не стреляли. А вот школьники, например, которые не видели огнестрельное оружие, а тем более не использовали, стреляют так, будто им дали оружие, когда они только родились. И первое их слово было не мама, а пушка. А еще в фильмах нету отдачи от огнестрельного оружия. И с глушителем оружие не становится таким уж тихим. Не какой-то там пью-пью, а немного потише. Если громкость оружия была 100%, то с глушителем 80%. Ручные ракетницы. На самом деле вы не сможете держать ее одной рукой, опираясь только на плечо. Для того, чтобы стрелять, вам надо выставить левую ногу вперед, сесть на правое колено. Вуаля, все готово. Теперь можете стрелять по танкам или для чего вам нужна ручная ракетница. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok